Привет, я Даша Тарасова, ведущая программы «Фокусе». Вашему вниманию обзор российской и зарубежной прессы об Азербайджане. И вот главные темы. Мирное рукопожатие, как Алиев и Пашинян в Санкт-Петербурге намекали на скорый мир. Национальное достояние, из чего делают азербайджанские ковры. Винная карта, как в Азербайджане возрождают тысячелетние традиции виноделия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Россию с двухдневным визитом, в ходе которого обменялся рукопожатием с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом пишет коммерсант. Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге продолжил встречу лидеров бывших советских республик, начавшуюся на саммите Евразийского экономического союза. На каждом из этих мероприятий одним из ньюсмейкеров стал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Внимание к армянскому лидеру было приковано в связи с особой позицией Еревана по отношению к интеграционным структурам на постсоветском пространстве и неопределенностью по вопросу мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Премьер Армении Никол Пашинян до последнего сохранял интригу, приедет ли он в Санкт-Петербург. За него все объяснил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Я знал об этом, что он прилетит в Питер. Когда я с ним разговаривал, я ему говорю, «Никол Ваваевич, в Питер-то ты же прилетишь?» Он говорит, «Ну, это другой формат, экономический. Мы обижены на военно-политический ОДКБ, а это экономика. Я же тогда говорил, что он прилетит в Питер. И в этом его поддержал тогда. Поддерживаю и сейчас. Какая тут обида?» На саммите СНГ не было запланировано отдельной встречи между лидерами Азербайджана и Армении. Однако Алиев и Пашинян в неформальной обстановке все же обсудили вопросы мирных договоренностей. Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении. В ходе неофициального саммита СНГ состоялись неофициальные контакты между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой мира между Арменией и Азербайджаном. Обсуждения прошли в двустороннем формате. И вот документальный факт встречи на полях саммита. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян беседуют в стороне от других участников саммита, а затем вместе выходят из Константиновского дворца. На протяжении всего саммита лидеры Азербайджана и Армении не сторонились друг друга, а наоборот, пользовались возможностью поговорить и обсудить детали будущего мирного договора. В отличие от всех предыдущих встреч, а их в уходящем году был опять, нынешний контакт в Санкт-Петербурге стал первым после того, как в сентябре после однодневной силовой акции Азербайджана прекратила свое существование непризнанная Нагорно-Карабахская республика, а ее столица Степанакерт получила азербайджанское название Ханкинди. К концу года, несмотря на постоянные откаты и паузы в переговорном процессе по Южному Кавказу, в Санкт-Петербурге Никол Пашинян и Ильхам Алиев оказались как никогда близки к тому, чтобы подписать мирный договор и поставить точку в 30-летнем конфликте. У Азербайджана реалистический взгляд на мирный договор с Арменией, пишет Рейтер. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов считает, что подписание документа не решит разом всех накопившихся за 30 лет проблем. Азербайджан имеет реалистичный и оптимистичный взгляд на этот вопрос. Но когда мы говорим о мирном договоре, мы должны понимать, что он не решит все на 100%. Такой документ станет основой и минимальными условиями в будущих переговорах по нормальным добрососедским отношениям между двумя странами. В Баку уверены, что некоторые сложные вопросы можно решать при действующем мирном договоре. Например, определение границы между странами. Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения прочного мирного договора со своим соседом Арменией и считает, что вопрос определения их границ может быть решен отдельно. После восстановления территориальной целостности власти Азербайджана все больше склоняются к прямым переговорам с Арменией без посредников. В Баку считают, что у посредников было 30 лет на урегулирование конфликта. Но в итоге Азербайджан вынужден был решать вопрос самостоятельно. После возвращения Карабаха Азербайджан стал все более враждебно относиться к вмешательству извне и посредничеству в достижении соглашения. Ильхам Алиев обвинил Соединенные Штаты в том, что они ставят под угрозу отношения, встав на сторону Армении. Баку по-новому расставил баррель над «и». Каспийская нефть потекла в Индию. С таким заголовком вышел портал Евразия Дейли. Топ-3 крупнейших покупателей черного золота, добываемого в азербайджанском секторе Каспийского моря, заняла Индия. В Италию Азербайджан экспортировал более 10 миллионов тонн нефти. В Израиль Баку поставил 2 миллиона тонн черного золота. Испания в текущем году занимала третье место, но ее потеснила Индия. Объем экспорта в Индию составил более полутора миллионов тонн. Азербайджан заработал почти 1 миллиард долларов США. За неполный 2023 год Азербайджан экспортировал в 22 страны мира 24 миллиона 200 тысяч тонн нефти на более чем 15 миллиардов долларов. Помимо черного золота Азербайджан в настоящее время поставляет газ в Италию, Болгарию, Грецию, Румынию, Венгрию. Благодаря вводу соединительной ветки между Болгарией и Сербией появилась возможность экспортировать голубое топливо и в это балканское государство. Кроме этого, еще ряд стран в Европе выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа. Об этом сказал Ильхам Алиев на открытии интерконнектора между Сербией и Болгарией. В настоящее время мы экспортируем наш природный газ в 8 стран. Сербия – девятая страна. 7 из этих 9 стран являются европейскими странами. И, естественно, сегодняшняя церемония начала деятельности интерконнектора внесет важный вклад в энергетическую безопасность Европы. Азербайджан – прекрасная страна, где ковер является высшим произведением искусства. CNN Travel рассказал об одном из главных культурных достояний Азербайджана – ковроткачестве. Любовь Азербайджана к коврам неразрывна. Это очень почитаемый вид искусства, который был вплетен в его культурную ДНК с бронзового века и ревностно сохранялся с тех пор. Сегодня ковры являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Автор статьи отмечает, что ковры в Азербайджане можно встретить повсюду – на стенах и полах домов и ресторанов. Их даже продают в сувенирных магазинах. Некоторые ковры ткут для особых случаев – на свадьбы или на дни рождения. Техники ткачества передаются из поколения в поколение, и каждый ковер может рассказать свою уникальную историю. Ковроткачество – это не просто искусство. Это глубокая страсть, источник любви и спутник на всю жизнь. Ткачи в Азербайджане часто делятся эмоциями и идеями через ковры, относясь к ним как к заветным творениям, сродни своим собственным детям. В Азербайджане есть два типа ковров – плоского переплетения и ворсового переплетения. Процесс создания ковра сложный и трудоемкий. Пряжу для ковров делают из овечьей шерсти. При изготовлении ковра используют древние технологии окрашивания. Краску получают из растений, фруктов и овощей, таких как красный лук, шафран, скорлупа орехов и гранат. Азербайджан – земля многих богатых культур и обычаев, среди которых тысячелетние традиции виноделия. Начиная с 2018 года Азербайджан начал активно развивать винный туризм. Журналистка из Европы отправилась в город Шамахи, который славится производством напитка богов. Шамахи является одним из крупнейших винодельческих центров в Азербайджане. Живописные холмы покрыты виноградниками. Из местных сортов винограда производят знаменитые вина и коньяки, признанные во всем мире. Вина в этом регионе делали еще тысячи лет назад. Об этом говорят археологи. Время от времени выкапывающие из земли древние чаны. Это местный виноград Мадраса, из которого мы делаем красное вино. Но благоприятный климат и плодотворная почва позволяют выращивать виноград, из которого получается вино с неповторимым вкусом. В 20 веке в Азербайджане насчитывалось 240 производителей вина. Но во время Горбачевской антиалкогольной кампании и сухого закона в Азербайджане было уничтожено более 2000 гектаров виноградников, что нанесло ущерб винодельческой промышленности страны. Спустя почти 40 лет с вершины горы глазу снова открывается разноцветный ковер виноградников. Винзаводы Азербайджана возвели энотуризм в ранг искусства. Большинство крупных азербайджанских производителей вина, а их более 20, расположены вдоль основных туристических маршрутов. В 2012 году президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил государственную программу развития виноградарства. Сейчас в стране производится около 450 видов вина на более чем 10 винодельческих предприятиях. Такие публикации об Азербайджане оказались в фокусе российских и зарубежных СМИ на этой неделе. До встречи в новом году!